ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти С 10 ноября непропуск пешехода или велосипедиста будет обходиться водителям дороже В поправках, подписанных на днях президентом Путиным, оговорена сумма от полутора до двух с половиной тысяч рублей Пока только полторы тысячи Ужесточение наказания инициировало правительство страны, ссылаясь на ежегодный рост числа таких нарушений ТРАССА СТО ОДИН Знак шипы, обязательный к размещению на задней части автомобиля с ошипованной резиной, можно изготовить самостоятельно Если, конечно, не лень и жаль расставаться примерно с 30 рублями Как говорится в сообщении ГИБДД, главное, чтобы знак представлял собой треугольник белого цвета вершиной вверх С каймой красного цвета, в которой вписана буква Ш черного цвета Сторона треугольника не менее 20 сантиметров, ширина каймы не менее 1 сантиметра Напомню, что отсутствие знака наказывается предупреждением или штрафом в 500 рублей ТРАССА СТО ОДИН В Госдуме призадумались, зачем отправлять письмо счастья водителю, который уже оплатил штраф в течение 20 дней с 50% скидкой Во-первых, это раздражает автомобилиста, а во-вторых, требует дополнительных бюджетных затрат Поэтому планируется, что со следующего года рассылка штрафов будет производиться по истечении 20 дней с момента вынесения постановления Затем у нарушителя будет 10 дней на обжалование наказания и 2 месяца на оплату Ясно, что скидку он уже не получит ТРАССА СТО ОДИН Надзор за автошколами снова хотят усилить Как сообщает Коммерсант, такие учреждения обязаны будут передавать в ГИБДД информацию о лицензии, адресах мест обучения, категориях транспортных средств, учебном плане и так далее Автоинспекция сможет рассматривать все это полмесяца, а изучать материально-техническую базу школы месяц Оснований для отказа станет больше В Приморском крае в 2019 году начнется серийное производство электромобилей Займется этим российско-японское предприятие с числом рабочих мест около сотни Изначально планировалось, что из страны восходящего солнца к нам будут поставляться обычные подержанные машины С последующей установкой на них электромоторов и другого оборудования Но от этой идеи отказались Добавлю, что российские власти в скором времени хотят разработать систему льгот для покупателей электрокаров На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания ТРАССА 101